Проект «Провинция». Пензенский гуманитарный форум. Пензенский инвестиционный форум. Россия сильна. Провинции. Провинция. Само это слово при пристальном взгляде на него способно выявить такие первоначальные значения, которые неожиданно помогают современному пониманию многоликого феномена провинции. Латинское «про» означает «вперед». Впрочем, сегодня, пожалуй, важнее продолжение – «давать побеги». В русский язык слово «провинция» пришло сначала с единственной ролью – обозначить на европейский манер наименование одной из единиц административного деления России, предпринятого Петром I в 1699 году и для большего упорядочения и обеспечения денежных сборов, состоявших в ведении бурмистерской палаты. Вот так в России и повелось. Провинция стала для центра источником доходов. Впрочем, и культурным противовесом тоже. Или даже другим полюсом. Россия сильна провинцией. Актуально ли это утверждение у великого историка Николая Михайловича Карамзина? В России 83 субъекта федерации и всего 12 городов, в которых население больше миллиона. Но и такое соотношение в численности населения уже не считается значимым. Неважно, миллионник тот или иной город или нет, все, что не столица – провинция. По данным Госкомстата, вклады физических лиц на рублевых счетах Сбербанка только в Москве соответствует 79% от объема денежных средств всей остальной страны на подобных счетах. Вот тут-то и возникает по-настоящему важная проблема – качество жизни. Ведь оно измеряется не деньгами, а отношением к жизни, уровнем доверия к государственным институтам и возможностями для самореализации. Поднимать уровень жизни в провинциальных городах зачастую стремятся назывными методами, забывая простую истину – сколько ни говори слово «халва», порту слаще не станет. И все же пресса пестрит заголовками актуальных новостей «Киров – столица социальных инициатив», «Казань – фестивальная столица», «Перемь – культурная столица России», «Ульяновская культурная столица СНГ» и даже «Луховицы» – огуречная столица. Сегодня столицами по-своему стараются стать едва ли не все регионы, забывая подчас об огромном значении провинции для формирования культуры, экономики и образа жизни нации. В провинции другая жизнь, более гармоничная и спокойная, нормальная с точки зрения нормального человека. Правда, сейчас она отягощена многими проблемами, но все же восстановить удобную и хорошую в соответствии со всеми человеческими понятиями «жизнь здесь» намного реальнее, чем в мегаполисе. Такая жизнь была в провинциальной России до революции, с устойчивыми традициями, самодостаточная, без лишней суеты, глубокая и содержательная. Пензенский форум призван вернуть слову «провинция» первоначальный, базисный смысл, который всегда был актуален для России как федеративного государства. Именно в провинции сегодня происходят сложные экономические, политические и духовные процессы, которые достойны самого пристального внимания. Возьмем пример Пензенской области. За последние три года область закрепилась в группе российских регионов-лидеров с минимальными инвестиционными рисками и высоким кредитным рейтингом. Ранг риска 42 в 1996 году упал до отметки 7 в 2010. Одна из задач Пензенского форума – продемонстрировать экономический, инвестиционный и, главное, человеческий потенциал провинции вообще и Сурского края в частности. Показать механизмы, позволяющие достичь заметных успехов в создании благоприятного инвестиционного климата. Инновационные модели развития аграрно-промышленного комплекса региона, усиление роли малого и среднего бизнеса в инвестиционной деятельности, повышение кадрового потенциала региона – вот темы дискуссионных площадок, работа которых должна научить по-новому оценивать экономику российской провинции. Одно из главных направлений Пензенского форума – выработка практических рекомендаций для построения моделей и использования современных технологий, направленных на повышение качества жизни, не уровня, а качества. А это прежде всего степень восприятия, понимания человеком того, что его потребности удовлетворяются, что ему предоставляется возможность для достижения самореализации и благополучия. За счет чего же можно повысить качество жизни жителей региона? Ответ очевиден. Только за счет эффективного использования производственного, человеческого, культурно-исторического потенциала, перехода на инновационный путь развития, создание широких возможностей для самореализации граждан. Также ясно и другое – если личность не реализовала свои возможности в провинции, она будет стремиться сделать это в другом месте. Одна из причин утечки мозгов из провинции в мегаполисы – нерациональное использование гуманитарного капитала регионов. Отсутствие условий для реализации новых идей и технологий, современных экспериментальных проектов в различных сферах жизнедеятельности. Участники секции «Кадровый потенциал» и «Инвестиционная привлекательность региона» и будут думать о том, как противостоять стагнации провинциального региона, одной из причин которой может стать отсутствие квалифицированных кадров. Пензенская область обладает большим потенциалом для привлечения инвестиций. Об этом говорят факты. Относительная политическая стабильность, благоприятное географическое положение и близость к центру страны, хорошая логистическая инфраструктура. Поэтому грамотная работа с кадрами, управленческим резервом, точное определение инвестиционных приоритетов может дать благоприятную картину развития региона на ближайшие годы. Не случайно частыми гостями в правительстве области стали бизнесмены из Израиля и Китая, Франции и Италии, Великобритании и Южной Кореи. Велико, многолико и интересно культурное и духовное наследие Пензенского края. Тем важнее помнить о нем, верно оценивать, включать память об этом наследии в повседневную жизнь, чтобы память эта была живой, чтобы работала. Ведь память не только основа совести и нравственности, память основа культуры. Это слова великого гуманиста прошлого столетия Дмитрия Сергеевича Лихачева. А он хорошо знал и ценил культурные традиции нашего края. Не раз писал о пензенском культурном феномене, который в конце 20 века называл музейным ренессансом. Сегодня, благодаря инициативам губернатора Бочкарева и поддержке федерального центра, в Пензе новая волна культурного строительства. В кратчайшие сроки построен и уже работает современнейший театр драмы. Через месяц откроется новое уникальное здание библиотеки имени Михаила Юрьевича Лермонтова с филиалом Всероссийской электронной библиотеки. Ведется строительство новой областной филармонии, киноконцертного комплекса и театра юного зрителя. Но это всего лишь стены, которые предстоит наполнить смыслом. Смогут ли классические библиотеки конкурировать с сетевыми хранилищами информации? Как блогосфера работает на имидж региона? Как применить инновационные технологии для формирования информационной культуры? Еще круг вопросов Пензенского форума. Они будут рассмотрены на секции «Медиапространство» и «Современные информационные технологии». Чего же ожидаем мы от всех этих дискуссий, круглых столов, обмена мнениями? Нам кажется, что работа секций и дискуссионных площадок должна и обогатить опыт участников встреч и генерировать новые идеи, применимые и в Пензенской области, и в других регионах России. Мы хотим показать участникам форума, что в каждом регионе есть возможности для того, чтобы повысить качество жизни людей. А Пензенская область, как срез российской провинции с ее богатым культурным, экономическим и духовным потенциалом, может стать и во многом уже стала примером такой гуманитарной инициативы. Трудно не согласиться с историком Гефтером, который поднимает до глобальной роль общественно-культурной миссии провинции. В России провинция и сейчас, и в прошлом – резервуар человеческого сопротивления унификации. Сама пространственность, ее помноженная на движение человеческого ума, содержит какой-то важный ресурс нашего общего завтра. С этой точки зрения можно сказать, нынешняя провинция – это наше общее завтра.